И сейчас с нами на связи будет как раз таки Нижний Новгород. Это Нижегородский университет имени Лобачевского. И его для вас представит Лилия Владимировна Ерушкина. И расскажет про этот университет. Лилия Владимировна, вы на связи с нами? Да, я вас слышу, вижу. Видно ли меня? Да, вас тоже очень хорошо видно. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые клиенты, организаторы, коллеги. Очень рада приветствовать вас на таком мероприятии. И позвольте рассказать про наш университет. Наш университет, можно перейти к этому слайду, был основан больше, чем сто лет назад. И мы гордимся тем, что, несмотря на то, что мы региональный вуз, мы находимся не в Москве, мы находимся в Нижнем Новгороде. Это час самолетом от Москвы. Мы все-таки представляем достаточно качественное образование по более чем 200 программам, бакалавриатам, магистратуре, аспирантуре. И при высоком качестве образования мы можем похвалиться тем, что у нас достаточно доступная стоимость обучения. И стоимость проживания в регионе, конечно, несравнима со столицами нашей страны. Если мы посмотрим на цифры нашего университета, то мы увидим, что наш университет входит в топ-650 вузов по рейтингу QS. Для России очень важен показатель, что мы являемся национально исследовательским университетом и также имеем право признавать документы образования. Соответственно, не надо тратить деньги на процедуру признания. Для некоторых студентов это очень важно. Мы очень большой университет, 25 тысяч студентов, и около 1800 из них это иностранные студенты из более чем 100 стран мира. Такая интересная цифра, и мы всегда гордимся, когда мы говорим о том, что у нас студенты с разных регионов, с разных стран, точек земного шара. У нас очень много программ, факультетов, и говоря о специальностях, которые доступны в нашем университете, мы не смогли бы отразить в этой маленькой презентации 13 факультетов. Это от медицины до юриспруденции, от химии до экономики. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт и посмотрите, какой разброс этих специальностей. Могу похвалиться тем, что многие факультеты имеют программы двух дипломов, и по окончании, например, бакалаврской или магистрской программы у вас есть реальный шанс получить диплом европейского вуза, например, Италии или Франции. И это не шутка, действительно работает. Иностранные студенты участвуют в этих конкурсах наравне с российскими студентами, я бы сказала, даже активны. Глядя на наши специальности, которые вы сейчас видите на слайде, я выбрала, наверное, самая популярная, которая есть в нашем университете среди иностранных граждан, востребуемых на сегодняшний день. Можно сказать, что мы даем образование, начиная с бакалавриата, заканчивая аспирантурой, и это удобно. База научно-исследовательская, которая владеет нашим университетом по своему статусу, она позволяет делать исследования как на уровне магистратуры, так и продолжать их в аспирантуре. И многих студентов это привлекает для того, чтобы не переходить из вуза в вуз, а начать и через несколько лет уже получить максимум всего того, что можно. Если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим одни из самых популярных специальностей, которые есть в нашем университете среди иностранных студентов. Это лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биохимия. Это науки не только в естественно-научном блоке, они, например, как медицинская кибернетика, на стыке находятся информатики и медицины. И фундаментальная медицина на сегодняшний день – одно из тех прорывных направлений, которое будет пользоваться спросом будущего, это профессии будущего. Обратите внимание. На следующем слайде мы увидим следующую категорию очень популярных профессий, начиная с программной инженерии и любой профессии, связанной именно с программированием. В нашем университете есть очень популярный факультет, сейчас он называется Институт информационных технологий, поскольку он очень большой, дает несколько специальностей, позволяющих дальше работать программистами. И наш город, как Центр IT-технологий в России, гордится тем, что мы даем такую возможность получать такую профессию. Экономические специальности, юридические специальности всегда пользуются спросом, поскольку это такая профессия, которая нужна в любой стране и в любое время. Если мы посмотрим дальше на следующий слайд, то мы увидим наше общежитие и увидим аудитории, в которых учатся студенты. Есть все возможности. Есть возможности и жить в общежитии, у нас они разные, есть и коридорного типа, и блочного типа. Очень много корпусов, которые объединены в кампус. Не все корпусы расположены на территории нашего основного кампуса, они разбросаны по городу. Но при том, что город-миллионник, доступность от общежития до зданий либо в нескольких минутах, либо пешком, либо на общественном транспорте. Для студентов это всегда важно. Говоря о студенческой жизни, в следующем слайде, наверное, тоже не буду много говорить. Студенческая жизнь – это то, что запоминается. Вы запомните, конечно, не учебники, не лаборатория, вы запомните именно то, как вы проводили свое время. И здесь важно отталкиваться от ваших интересов, начиная от хора университета Лобачевска, который известен по всему миру, заканчивая спортивным мероприятием, студвесной, КВН и так далее. Можно найти все. Есть профессиональные студии, есть кружки для любителей. Главное – найти ту активность, которая бы приносила удовлетворение и удовольствие. Ну, а говоря о Нижнем Новгороде, на следующем слайде мы увидим несколько фотографий. Можно сказать, что Нижний Новгород – это один из старейших городов России. Он был основан в 1221 году, это очень давно было. Он известен как город закатов. У нас очень красивые закаты. И несмотря на то, что мы считаемся городом в центре России, можно сказать, что мы все-таки многонациональный город, имеем многонациональный состав. У нас есть и храмы, и мечети, и синагоги, и любая национальность, любое расповедание. Студент может найти себе единомышленников в нашем городе и насладиться не только внешним красивым убранцем нашего города и близостью, например, Москву и Санкт-Петербургу на выходные туда скататься, но и найти для себя какие-то моменты, которые только для него будут очень индивидуальны и интересны и полезны. На следующем слайде мы представляем наши контакты. На сайте нашего университета есть вся информация для поступающих. Мы начинаем свой прием на русскоязычную программу с 20 июня. На англоязычную программу, а такие у нас тоже есть, иногда это вызывает большой интерес даже у граждан СНГ. Мы уже начали прием. Весь прием заявок начат онлайн, поэтому у вас есть большая возможность воспользоваться инструментами интернета для того, чтобы подать заявку, рассказать о своем желании. Если у вас будут вопросы, сложности, вы не найдете информацию, мы представляем ватсаповский номер. Пожалуйста, пишите, ответим. Почта. Можно сделать фотографию или на нашем стенде еще раз посмотреть наши контакты для того, чтобы нам написать. Будем рады видеть. Очень ждем вас в Нижнем Новгороде. Илья Владимировна, спасибо за презентацию, за рассказ про ваш регион и про университет. Я лично сам бывал очень часто в Нижнем Новгороде. Классный действительно город. Находится исторический центр на возвышенности. Это две реки, Волга, Ака. Это летом всегда круизы, купания. Зимой хорошая российская зима, лыжные виды спорта и так далее. Очень много всего есть. К вам такой вопрос. Я читал на сайте вашего университета такую новость о том, что у вас появилась некая стипендиальная программа с компанией Huawei. Можете рассказать про это? Что за такая программа и как студенты ей пользуются? Да, очень хороший вопрос. Как я уже говорила, Нижний Новгород – это центр IT-технологий в России. И здесь не только центр Intel в Европе, но и компания Huawei. И у нас есть сотрудничество с этой компанией, которая выражается не только в этой стипендии, про которую вы слышали. Любой человек до 21 марта, у нас там была такая акция, мероприятие, подать заявку на то, чтобы получить специальную стипендию от Huawei, рассказывая о своих достоинствах и возможностях. Ну, мы понимаем, что это с прицелом для того, чтобы Huawei себе нашел нужных умных специалистов. Но для студентов и бюджетников, и внебюджетников здесь очень важно, что есть большое подспорье для того, чтобы просто себе обогатить свой бюджет и найти возможность для, например, покупки того же ноутбука, который выше класса и так далее. Еще самое интересное, что привлекает студентов и айтишников не только в компании Huawei, но и в Яндексе, Мера и другие компании, расположенные в нашем городе, они предоставляют платные стажировки. И студенты, например, разрабатывая какие-то технологии для этой компании, повышают свои умения и навыки и в то же время получают зарплату. И это очень удобно и очень классно. Да, и это то, о чем мечтают сейчас многие абитуриенты и будущие студенты. Это чтобы и учиться, и параллельно практиковаться, получать практические знания. Это очень здорово. Про сам город. Он находится в четырех часах езды от Москвы на поезде, правильно? Я думаю, многие студенты у вас приезжают в Москву на каникулы, в музеи, мероприятия. Да, это правда. Наши студенты очень часто выходные проводят либо в Москве, либо в Питере, либо в Казань ездят. Потому что расстояние как раз позволяет провести выходные там и вернуться к нам обратно. В Нижегородском регионе очень много разных интересных мест, которые могли бы быть интересны всем. И всем известным, например, Матрешка, она была в Нижегородской области. Нарисована первый раз. Город Семенов. Очень здорово. Спасибо большое за презентацию университета. Было здорово вас слушать. Мы двигаемся дальше. Продолжение следует...